Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево сетим, и элей для светильника, и ароматы для помазания, и для благовонных курений. Камень-оникс и камни вставные для ифода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения. И светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения. И жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ковходу скинии. Жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножия его, завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их. Одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серги, персни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синее, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ифода и наперстника, также и благовония и илей для светильника, и для составления илея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелевал сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Глава тридцать шестая И стал работать Веселиил и Агалиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисея Веселиила и Агалиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израильвы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы и святилища, каждая от своей работы, какую-то занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было встание, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в Скинии, десять покрывал из скрученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работаю. Длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя. Всем покрывалам одна мера. И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим. И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. Пятьдесят петель сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии, одиннадцать покрывал сделал таких. Длиною покрывало тридцать локтей, а шириною покрывало четыре локтя, одиннадцати покрывалом мера одна. И соединил он пять покрывал особо, и шесть покрывал особо. И сделал пятьдесят петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямостоящие. Десять локтей длина бруса и полтора локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны. И сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев. Два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал двадцать брусев и сорок серебряных подножий. Два подножия под один брус, и два подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал шесть брусев. И два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было восемь брусев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева сетим, пять для брусев одной стороны скинии, и пять шестов для брусев другой стороны скинии. И пять шестов для брусев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусев от одного конца до другого. Брусев обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота. И шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого весона, и искусную работой сделал на ней херувинов. И сделал для нее четыре столба из сетим, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого весона узорчатой работы. И пять столбов для нее с крючками, и обложил верхи их, и связи их с золотом, и вылил пять медных подножий. Глава тридцать седьмая И сделал четыре кольца золотых на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, и два кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом. И вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиною, а ширина полтора локтя. И сделал двух херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. Одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца, выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку. А лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева сетим, длиною в два локтя, шириною в локоть, и вышиною в полтора локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его. И вылил для него четыре кольца золотых, и утвердил кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кодильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на другой ветви. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева сетим. Длина его локоть и ширина его локоть четырехугольная. Вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом. Вверх его, и в стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделал два кольца золотых. С двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева сетим, и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания. И курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В главах на сегодня очень подробно рассказывается об устройстве святилища. Зададим вопрос о том, с какой целью Всевышний повелел построить святилище. В книге «Исход» в 25 главе 8 стих содержит следующие слова «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». В 29 главе книги «Исход» стихи 45 и 46 говорят «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их». Первая цель, которую сам Всевышний очень ясно определяет в контексте повеления построить святилище, заключается в следующем. «Я буду обитать среди них. Я буду жить среди своего народа». В действительности, когда народ Божий жил в шатрах, в переносных, в передвижных сооружениях, Бог тоже повелел построить ему шатер, построить ему скинью, то есть палатку. Бог жил по соседству. Всегда можно было на вопрос «Где живет Всевышний?» очень определенно указать направление. Пройди прямо, потом повернешь направо, затем спустя два квартала налево, и окажешься у Дома Божия. Вот это осознание реальности присутствия Всевышнего является первой целью строения и строительства святилища. «Я буду обитать посреди их». Посмотрим, каким образом это описывается в Священном Писании. Книга Исход, 25 глава, стихи 21 и 22. Мы узнаем таким образом, что Бог являл себя. Демонстрировал себя, открывал себя посреди двух херувимов, над крышкой ковчега, этого священного ларца, который находился во втором отделении святилища, которое называлось «Святое святых». В книге Левит, 16 главе, стих 2. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Бог в действительности, как следует из прочитанного, являл свое видимое присутствие во святилище. Еще один интересный пример мы находим в первой книге царств, 4 главе, стихах 4 по 8. «И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Хочу обратить ваше внимание на формулировку. Господь Саваоф, сидящий на херувимах. Именно херувимы, это ангелы, которые были вмонтированы в крышку ковчега, как говорит Священное Писание, стали местом, на котором восседал Господь Саваоф. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Еще один пример мы находим в первой книге Паралипоменон, в 13 главе, стихах с 5 по 7. Так собрал Давид всех израильтян от широхо-египетского до входа в Ямаф, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что в Иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице и так далее. Вновь перед нами упоминание тех же самых терминов «Бог, Господь, сидящий на Херувимах». В книге пророка Исаии схожие слова, в 37 главе, в стихах с 14 по 16. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним. И молился Езекия пред лицем Господним и говорил, Господи Боже, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю и так далее». Мы видим, что фраза «пред лицем Господним» упоминается именно тогда, когда следует обращение Господи Саваоф, сидящий на Херувимах. Однако, очень важно подчеркнуть, во святилище не было изображения этого Бога. Во святилище жило не изображение божества, статуя, барельеф или картина, но сам Бог, который восседал на этом престоле, на этом ковчеге между двумя Херувимами и демонстрировал свое святое присутствие. В отличие от языческих храмов, где всегда есть статуя, либо барельеф, или картина, где есть изображение божества, почитающееся священным, во святилище, которое повелел построить Господь, не было изображения божества. Он сам там обитал, и это было его жилищем. Итак, первая благая весть в описании целей святилища звучит следующим образом. Господь желал, чтобы у Его народа было очень яркое осознание реальности Божьего присутствия. Бог живет с нами, Он обитает рядом, а не так, как распространено в русском менталитете. То царя далеко, до Бога высоко, Бог всегда где-то там, в облаках, на небе, Ему не до нас, грешных. Нет, библейская позиция совершенно иная. Бог живет вместе со своим народом. Еще одна очень важная цель, которая открывается для нас в этом описании, целей создания Скинии, может быть обнаружена в 43 стихе 29 главы книги Исход. Там сказано, буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею. Если бы речь шла о том, что Бога там будут видеть, то это могло относиться только к Моисею и Аарону, а далее иным первосвященникам, которые однажды в год могли заходить во святое святых. Однако Библия говорит, буду открываться сынам Израилевым, и никто из всех представителей Божьего народа, за исключением первосвященников, не имел права входить во святое святых, чтобы лицезреть явление Божьей славы и лицезреть Всевышнего. Потому фраза «там буду открываться сынам Израилевым», то есть «восвятилище буду открываться сынам Израилевым» означает нечто иное. Давайте посмотрим, как эта мысль выражается в 72-м псалме, стихи 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, во святилище Бог демонстрирует конец нечестивых, конец проявления греха, конец истории нашей земли. Там во святилище, в служении святилища, раскрывается Божий план спасения. И именно в этом смысле Бог открывается во святилище. Его характер, Его милость, Его прощение, Его любовь раскрывается, и Его чудный план спасения землян от греха и последствий греха. Как сказано в послании к евреям, восьмой главе, в стихах четвертом и пятом, здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини, «Смотри», сказано, «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Итак, служение в земном святилище указывали на небесное святилище, на самого Бога, на то, каким образом Он решает проблему греха. Во-первых, буду обитать посреди них, Бог близок. Во-вторых, во святилище Бог рассказывает и демонстрирует, открывает Себя и рассказывает о том, как грех будет побежден на земле. Это благая весть. Продолжение следует...